Уважаемые слушатели, мы завершаем изучение курса современной США. Сейчас нам с вами предстоит последняя лекция на тему этническая и религиозная ситуация в современных США. На прошлой лекции мы говорили о демографической ситуации, разбирали некоторые термины, говорили о диаспорах, которые проживают в современных США. Вот на слайде вы видите виднейшего, самого известного представителя афроамериканской диаспоры, пастора Мартина Лютера Кинга, Нобелевского лауреата, очень-очень известного афроамериканца. Нам нужно разобрать сейчас вопрос о религиозной ситуации современной в США, поговорить о протестантизме, как о религии большинства американцев, и поговорить о веротерепимости, религиозной толерантности и о взаимовлиянии культурного и религиозного и этнического факторов в современных США. Соответственно, цель нашей лекции — раскрыть особенности этнической и религиозной ситуации в современных США, проанализировать влияние культурного и этнического фактора в стране с учетом различных социальных теорий. Итак, начнем с терминологического словаря, с глоссария. Что такое веротерпимость? Это терпимое отношение к той или иной религии, допущение государственной свободы различных вероисповеданий. Веротерпимость — это одно из важнейших качеств американцев, как каждого человека в отдельности, так и всего народа в целом. Веротерпимость — это то, за чем очень многие стремились и стремятся в Соединенных Штатах Америки. То есть это страна, где принимают всех, где можно верить в Бога, в Аллаха, в Мормона, в кого угодно, так сказать. И это не будет порицаться обществом. То есть очень многие иммигранты прибыли в Соединенные Штаты Америки именно потому, что их преследовали по религиозным мотивам на их этнической родине, а в США, в общем-то, принимали всех и всем позволяли, так сказать, верить в то, что им нравится, собственно говоря. Раз есть различные расы, которые проживают на территории страны, то вполне вероятно, что может появиться и расизм, да, то есть представление о биологическом превосходстве или, наоборот, неполноценности той или иной расовой группы. В США очень долго боролись с расизмом. Было движение аболиционистов, о котором я рассказывал в одном из предыдущих лекций. Движение за отмену запрет рабства. В конце концов, рабство было официально запрещено в США в ходе гражданской войны в 1962 году. Надо сказать, что расизм нельзя понимать однобоко. То, что был только белый расизм в отношении, так сказать, чернокожих. То есть есть проявление и обратного, так сказать, черного расизма, когда чернокожих считает себя, так сказать, выше, чем представители других рас, ну, по каким-то, так сказать, одним и ведомым причинам. Вот, кстати, есть и, так сказать, так называемый желтый, азиатский расизм и так далее. В общем-то, есть разные расовые теории. Вот, на мой взгляд, они все бредовые, они все неполноценные. Вот, на самом деле, вот, различность расовая, этническая во многом определяется климатом, географией, так сказать, особенностями проживания, так сказать, и кичиться, так сказать, тем, что ты являешься представителем той или иной расы, просто глупо и несовременно в нашем, в нашем веротерпимом и толерантном современном обществе. Квакеры, это, я о них рассказывал уже немножко в лекции по истории, это одна из родонавидностей протестантизма. Вот, они выступают против военной службы, то есть являются пацифистами. И в истории США будет, было даже два президента квакера, это Герберт Гувер и Ричард Никсон. Термин религия очень важен, это мировоззрение, поведение отдельного индивида, группы общности, которые определяются верой в существование сверхъестественного. Это один из важнейших социальных институтов в современном обществе. Подавляющее большинство людей в мире или в той или иной стране являются верующими, то есть исповедуют одну из религиозных конфессий. Определение этно-саморослата мы рассматривали на предыдущей лекции, но еще раз повторим его сегодня, потому что мы будем говорить об этнических группах и этнических меньшинствах в Соединенных Штатах Америки. Я уже упоминал о том, что протестантизм это очень рыхлое, далеко не единое, как бы, религиозное течение, имеющее разные направления, течения, секты и так далее. И вот лютеранство – это крупнейшее по числу приверженцев направление протестантизма. Порядка 80 миллионов человек. Оно было непосредственно основано инициатором религиозной реформации в Европе Мартином Лютером в XVI веке. Кстати, вот Мартин Лютер Кинг был назван отцом именно в честь Мартина Лютера, выдающегося религиозного деятеля и реформатора европейского в XVI веке. Сам протестантизм – это, получается, одно из трех направлений христианства. То есть есть католицизм, есть православие и есть протестантизм. Во многом это течение вышло из борьбы против злоупотребления католической церкви. И протестантизм – это религия, больше подходящая для буржуазного строя, для буржуазии. То есть это религия гораздо более простая, удобная, дешевая, так сказать, по сравнению с католицизмом. И надо сказать, что в Америке очень много протестантов. В первую очередь потому, что, повторюсь, многие мигранты уезжали из своих стран, пребывали в Северную Америку только из-за религиозных преследований, и потому что они хотели, чтобы была веротерпимость в обществе, которая гарантировалась в Соединенных Штатах Америки. И давайте поговорим немножко о статистических данных. Этническая и религиозная ситуация в современных США, начнем с религиозной ситуации, она характеруется следующими данными статистики. Больше всего в США протестантов, 56% населения, являются приверженцами той или иной формы протестантизма. Католики в стране составляют примерно 26% населения. Иудаисты и мусульмане примерно по 2% населения. Представители других религиозных течений, там, буддизм, конфуцианство и так далее, порядка 5%, и в США 9% атеистов. Это данные последней переписи 2010 года. Что касается расовой и этнической принадлежности американцев, то статистика в данный момент такова. Белых, в общем, количества населения порядка 82%, но это включая так называемых латиноамериканцев или латинос, или испаноязычных, которых примерно 17% в современном американском обществе. Учитывая численность населения в США, 300 миллионов человек, очень легко переводить проценты в абсолютное количество. То есть 17 умножаем на 3, получаем 51 миллион. То есть испаноязычных или латиноамериканцев, или латинос в США примерно 50-51 миллион человек. Афроамериканцев в США около 13%, ну, соответственно, 13 умножаем на 3, и получается, в общем, порядка 39-40 миллионов человек. Азиатов и жителей этих океанских островов, то есть гавайцев в США около 4%, и коренных жителей индейцев, эскимосов, алиутов около процента или около полутора процентов. На первой лекции я называл цифру 1,6%, ну, потому что некоторые считают себя индейцами в той или иной степени, да, вот поэтому немножко данные разнятся. О самом, если говорить об довольно известной, обширной афроамериканской диаспоре, то самым ярким лидером за права движения за права чернокожих был Мартин Лютер Кинг. И в настоящий момент в США есть национальный праздник, день рождения Мартина Лютера Кинга, который, начиная с 1986 года, отмечается в стране ежегодно 15 января. Мартин Лютер Кинг, баптистский проповедник, пастор, очень известный, популярный в стране, который боролся против расовой сегрегации в Америке, был лидером движения против расовой сегрегации. И самое известное его публичное выступление – речь под названием «I have a dream». У меня есть мечта. Это выступление состоялось в 1963 году около мемориала Линкольна в Вашингтоне. И эту речь прослушала в тот момент 200 тысяч человек, которые присутствовали на этой площади. Вот это одна из самых значимых публичных речей в истории США и, возможно, в истории человечества. Если есть возможность, послушайте ее. Ее можно найти в YouTube. Вот «I have a dream». Это, кстати, довольно простая речь. Там Мартин Лютер говорит о том, что у него есть мечта о том, что в будущем белые, чернокожие дети, подростки будут дружить, играть вместе, будут общаться, что не будет никакого различия между расами. Ну, кстати, надо сказать, что эта мечта постепенно сбывается. Современное поколение молодых американцев, для них расовое различие совершенно не проблема, они их не замечают. Вот поэтому иногда в шутку это поколение называют поколением дальтоников, то есть они как бы не различают цвета. Все абсолютно нормально общаются, дружат, так сказать, женятся на представителях других этнических групп и рас, и в этом никто не видит ничего необычного. Еще полвека назад белых девушек, которые встречались с чернокожими парнями, в США презрительно называли угольщицами, издевались над ними. Вот сейчас такого совершенно нет. Сейчас американское общество очень толерантно, и никаких проблем, так сказать, внешне, как бы, да, в отношениях между расами не существует. Кроме того, что Мартин Лютер Кинг был очень известен и популярен, он еще и Нобелевский лауреат. В 1964 году ему вручили Нобелевскую премию мира, но, к сожалению, вот через 4 года, в 1968 году, Мартин Лютер Кинг был убит белым расистом, снайпером в городе Мемфис, штат Теннесси. Вот сейчас там есть мемориал небольшой на месте его гибели, а в Вашингтоне, в столице США, есть парк, так сказать, мемориальный парк Мартина Лютера Кинга, где есть огромная его скульптура, очень красивая. Этот парк был открыт совсем недавно, несколько лет назад. Как я уже говорил, афроамериканцев в составе населения страны около 13%, а вот испаноязычных даже больше, да, порядка 17%. Перепис следующего года, возможно, покажет еще больше процентов, возможно, уже около 20%. Поэтому, кстати, очень важной политической силой являются латиноамериканцы. Есть такое понятие «Latino Vote», то есть латиноамериканские голоса, то есть электорат. Сейчас каждый кандидат президента США очень хочет, чтобы за него проголосовали представители этой очень крупной диаспоры, повторюсь, это больше 50 миллионов человек. Поэтому «Latino Vote» очень важен. Во многом эти латиноамериканские голоса позволили прийти, так сказать, на президентский пост президенту Бараку Обаме. И сейчас вот нынешняя президентская кампания, а напомню, что выборы в США уже в ноябре следующего 2020 года, то есть осталось меньше года, избирательная кампания в самом разгаре. И все кандидаты президента апеллируют к этническим и расовым как бы диаспорам, призывая их голосовать за себя. Вот и сейчас эта борьба за электорат находится в самом-самом разгаре. Особенно усердствуют демократы, которые, так сказать, проиграли последние президентские выборы республиканцу Дональду Трампу. И им, конечно же, очень важны и голоса афроамериканцев, и латино-вот, и голоса латиноамериканцев. На этом все. Наша лекция закончена. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за внимание.